Господин президент, рад вас встретить в Беларуси. Мы давно вас ждали. Когда у нас на севере говорят об Африке, это что-то романтичное, загадочное. Каждый воспринимает этот континент по-разному. Но все абсолютно схожи во мнении, что будущее нашей планеты во многом принадлежит Африке. Я также придерживаюсь такого мнения. Для меня Африка уже не загадочный континент. Если я раньше чаще бывал в Северной Африке, то в последние годы мне удалось побывать и в центре Африки, в Хартуми, и на юге вашего континента. Поэтому я представляю себе, что такое Африка. И я рад тем процессам, которые сегодня проходят в Африке. Тем процессам, которым подвержена Африка. Африка развивается. Государства африканского континента приобретают свою независимость. Слово, Африка освобождается от своего колониального наследства. Вы должны знать, что мы всячески привержены этому процессу и будем всячески поддерживать те государства, которые хотят обрести свою независимость. Мы технологичная страна и готовы эти технологии передать вашей стране и африканскому народу. Вы что-то увидите у нас, познакомитесь с нашими производствами. И если вам что-то понравится, если мы с вашей точки зрения можем помочь вашему государству и Африке в целом, вы нам скажите, мы обязательно сделаем. Обязательно сделаем. Вы должны знать, что вы для нас не чужие, для нас, для белорусов, россиян, потому что у нас есть история сотрудничества, которая уходит в глубину развития и существования Советского Союза. Поскольку вы для нас близкие и не чужие люди, мы вас приглашаем в Беларусь и открываем перед вами наши сердца. Спасибо. Господин президент, в первую очередь хотел бы поблагодарить вас за теплый прием и за то гостеприимство, которое мы продолжаем ощущать и сегодня. Пользуясь этим случаем, я хотел бы попросить прощения за то, что был вынужден перенести мой визит, который планировался на ранее запланированные сроки. Это произошло по причине моего рабочего графика. Хотел бы отметить, что мой приезд в Беларусь является свидетельством моей убежденности, что Беларусь, белорусский народ является братским для нас народом и братской для нас страной. Хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы проговорить все вопросы нашей двусторонней повестки, те проекты сотрудничества, которые существуют между вашей прекрасной страной и экваториальной Гвинеей. И, конечно же, наша двусторонняя повестка переговоров должна включать обсуждение международной проблематики, которая существует на сегодняшний день. При этом подчеркиваю, что мы не забываем, что именно Советский Союз, страны бывшего Советского Союза сыграли большую роль в освобождении африканского континента о колониальной зависимости и продолжают это делать. Мы приближаемся к празднованию столетия обретения независимости рядом африканских государств, но при этом мы понимаем, что речь идет об обретении своего рода номинальной независимости. Мы продолжаем оставаться жертвами не от колониализма, продолжаем ощущать на себе давление тех стран, которые пытаются продолжать эту политику и вот эту ситуацию, которую вы сейчас имеете. Если по сей день на африканском континенте продолжает существовать крайняя нищета, это говорит о том, что имперские неоколониальные силы продолжают эксплуатировать наши страны, продолжают забирать у нас природные ресурсы и из нас высасывать эти соки, которые могли бы дать нам жизнь. Об всех этих ситуациях и проблемах мы неоднократно заявляли с трибуны ООН, но, как показала практика, ситуация не изменилась, и мы поняли, что находимся в таком состоянии бессилия что-то поменять. Практически мы приехали в Айм.